Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала Страна Мурляндия. Меня зовут Оксана и я начинаю свой обзор на 4 видео Эдуарда Адамяна. И первое видео моего обзора Амад Виктория Курам, гардероб, что, где, когда и как, клад. И о чем это видео, а вот о чем. Эдуард сидит в комнате, подбоченився и дума-думает, как же ему отколотить от пола лишнюю часть. Здесь же гульнаска в режиме, штатива для камеры и Милена. У нее уже начались каникулы. Я заметила, что Милена все время помогает своему отцу, всегда участвует в совместной семейной работе. И я сразу вспоминаю себя, что я была такая же, как она. Эдуард говорит, товарищи, знаете, как мы хотим. Сейчас расскажу вам о своих планах. Ну, конечно, конечно, ничего другого я не ожидала. Я сразу поняла, что Эдуард будет стоять, размахивать руками и рассказывать о своих планах. О чем же еще? Конечно. Говорит, что поставят перегородку в этой комнате нижнего этажа, типа гардеробной у Самвела на Планетной. И по другой стенке будет шкаф-купе. А по центру комнаты поставят сушилку, гладилку и вешалку для поглаженных вещей. Стены будут из ОСБ, то есть из прессованной стружки, потому что стены все абсолютно кривые. Потолок он не знает, какое делать, потому что там и так он достает руками до потолка. Но каким бы потолок ни был, все равно он в любом случае понизится на одинаковое количество сантиметров. И станет еще ниже. Стены клеить обоими они не хотят, а чем делать, тоже не знают. Далее приехал дядя Хачик, привез тыквы. Недавно он травмировал глаз, ему попал осколок. И Эдуард возил его в больницу, к окулисту. И он говорит, что глаз у него еще побаливает. Дядя Хачик объясняет Эдуарду, куда ему разгрузить песок. И Эдуард раскрывает свои дальнейшие планы. Говорит, окна поставят, полы сделают и мы куда-нибудь поедем. А то все время ремонт, да ремонт, надо развеяться. Вот так, ребята. На этом ремонт и закончится. Да о чем он вообще говорит. Сейчас в магазин-то без QR-кода не пускают. Вот устроили облаву на людей. А он собирается куда-то ехать отдыхать. Сиди уже дома. Это тебе не билибей. Далее они половина серии разговаривают про Шарика. Затем Эдуард находит под Шариком какую-то монетку. И минут пять ее разглядывает. Ну и потом, наконец-то, он взял в руки кувалду. И начал отбивать лишние места от пола под окном. Потом разгреб то, что он отколотил на другую половину комнаты. Сказал, что теперь вроде как уровень сравнялся. И Гульнаска говорит, ой, смотри, как хорошо. Ммм, прелесть. Хорошего помаленьку. Провода сворачивает. Работа закончена. Гульнас спрашивает, а будет ли он что-то делать в ванной. И он говорит, хотел я сделать там полы из трубы. Но их не к чему прибивать. На полу засыпка. И крепеж никак не держится. Поэтому он оставил эту интересную затею. И решил, что потом когда-нибудь сделает электрический теплый пол. Но я что-то, ребята и девчата, уже и в этом сомневаюсь. Но все-таки будем надеяться, что у них все-таки будут теплые полы в ванной. На этом видео окончено. И следующее видео моего обзора. Концерт по заявкам. В начале видео Эдуард Сгульнас во дворе своего дома разговаривает о домашних цветочках. Потом Эдуард жалуется, что здесь, в Ставрополье, почему-то, в отличие от Белебея, все забирают. В магазине забирают поддоны, на почте забирают мешки. Почему забирают? Какой-то беспредел просто творится. Ну, Эдик, ну это ж Ставрополье, ты же его так хвалил. Потом Эдуард разломал крысоловку и пустил ее на дрова. Надо же чем-то заниматься. Ну, хотя бы крысоловку поломать. Ой, погоди-ка, Эдуарда, появятся крыски и мышки. Будешь искать потом, где бы взять крысоловку. Хорошо, хоть котики у тебя есть, может быть, они хоть на что-то сгодятся в ловле крыс. Зато матрасик надувной уже надут. Эдуарда хвалится, что скоро они поедут на водоем отдыхать. Потом пришла Элина, показала свой дневничок с оценками. Конечно, молодец девочка, одни пятерочки и четыре четверки в четверти. Ну, а вторую половину видео Эдуарда исполнял концерт по заявкам зрителей. Уж такие дореволюционные песни пел, что мама, не горюй. Может быть, это кому-то и нравится, лично мне нет. И вот эти девчата стоят троем и слушают, как их папка поет песенки. А поет он их ужасно. Ну, Гульнаска, конечно, сказала, молодец. А я вот вспомнила, ребята, есть чем сравнивать. А вернее, с кем? В каком Татьяна Васильевна в восторге от песнопений своего сыночка Эдуарда. И кому она хвалилась этими песнопениями? Сыну, который профессионально занимается академическим пением, поет на сцене оперного театра. То есть для нее профессиональный оперный певец – это не авторитет. А вот сын Эдуард, не имеющий никаких талантов, – это певец высшей категории. Мне аж тошно становится от такого сравнения. А вы как считаете, ребята, девчата? Пишите свое мнение в комментариях. Будет интересно об этом поговорить. И третье видео моего обзора, наконец-то, товарищи, началось! Ух ты! Да неужели? Интересненько сейчас расскажу. Приехали люди, устанавливающие окна. Эдуард привязал шарика на цепь. И тут началась грандиозная перестройка дома. Эдуард помогает ребятам снять старые окна. С них сыпется труха. Гульнаска говорит, о, все равно пришлось бы менять. Эдуард говорит, обязательно. Потом к ним в гости пришла Айгуш. И они мирно беседуют за чашкой чая. На улице уже темнота. Все окна заменить не успели. Сказали, придут делать завтра. Затем все пошли смотреть, что получилось. И Милена говорит отцу, что сегодня он будет спать все-таки вместе с ними в летнем домике. Эдуард говорит, возьму шарика, скручусь клубочком и буду спать. Как раньше в Англии говорили собачьи и холода. Это хозяева брали с собой собак, чтобы от них согреться. Поэтому называли холода собачьими. Затем они уже сидят за столом, кушают. Налили супчик. Эдуард говорит, ой, ребята, не знают, от чего отказались. На этом видео окончено. И следующее видео моего обзора готово. Друзья, оцените Суворовский полдень. С самого утречка приехала машина с песком. Высыпали половину песка во двор, где показывал дядя Хачик. И половина за забором. Эдуард не нарадуется. Все показывает, какой у него отборный песочек. А я думаю, а как он собирается закрывать ворота? Что-то непонятненько. Далее Эдуард говорит, что парень, который должен был заливать полы, сегодня приболел. Придут завтра. Но это им и на руку, потому что у них еще не готовы окна. В этот день еще должны прийти доделывать окна и подоконники. Дальше Эдуард показывает баню, что он собирается все, что там есть, деревянное поломать. И делать еще пристройку. Потом уже к ним пришли в гости дядя Хачик с тетей Гуш. И Ромик, муж двоюродной сестры Кати. Далее Гульнас собирает виноград. Эдуард помог ей кое-где собрать по верхам. Сказал, что обрезать виноград надо весной, а не осенью. Если осенью, то он будет плакать. А я вот думаю, странно. Мы все время осенью обрезали виноград. Далее они проверяют, как ребята сделали подоконники. Сказали поставить банки на них и убрать их на следующий день. Ходят, любуются новыми окнами. Радости полные штаны. Говорит, теперь не будет, не дуть ничего. Хотя он сказал, что с улицы есть большая щель в окне. Но это накроется нащельниками. А я думаю, ну неужели нащельники настолько будут сохранять тепло? Эдик, говорит, разговаривал вчера с мамкой. И она говорит, так я хочу винограда. Он такой вкусный. О, ребята, действительно, она только об еде и думает больше ни о чем. Ах да, забыла. Она же еще думает о золоте и долларах. А остальное ей все до лампочки. Шарик нарезает круги по двору. Гульнаска говорит, что ей это очень нравится. Что там хорошего, я не понимаю. Эдуард говорит, друзья, есть такая картина «Итальянский полдень», а у нас «Суворовский полдень». И он срывает виноград и говорит, что ему очень нравится эта картина. И он даже установил ее на заставку своего компьютера. Затем Эдуард задумает, какую дверь поставить в бане. Можно ли поставить пластиковую дверь, если там стоит топка. Ну, на этом видео окончено и окончен мой обзор. Ребята, девчата, пишите свое мнение о новых видео Эдуарда Дамьяна. А я с вами не прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok